У нас была тактика, мы ее придерживались. Максимально сильный состав был, так как идет подготовка уже началась к играм в плей-офф, к финалу в шести и подготовка к игре с Москвой. Хотелось бы попробовать все взаимодействия между игроками, ну и то, что отрабатывается на тренировках, чтобы попробовать в игровых действиях. Любой матч, это нужно побеждать. Любой матч, максимальный настрой и максимально о своей игре думать, о том, что мы можем сделать, что мы можем улучшить. Потому что в преддверии финала шести каждый игрок важен, каждый элемент важен. До матча мы узнали, что Енисей выиграл 3-0, но не вышел. Почему мы с Казани еще играем все дома? Мы сейчас все делали, чтобы Казань расслабилась. То есть это было все запланировано и все как надо было, так мы сделали. Все четко по установке тренера. Во второй партии соперник хорошо играл, поэтому подачи мы чуть-чуть ослабили. Где-то дали возможность зацепиться и уже были определенные проблемы. Так, мы какие-то схемы там во второй партии отработали свои. Ну, еще тоже, когда начали уже подбираться, я еще говорил, не, не, притормозить. И все нормально. Не устали, сейчас спокойненько на поезд или пешком, или после такой игры, как там президент скажет. Вот. Поэтому вот так вот. А там я считаю, что нужно в первую очередь решать свои задачи, не думать о том, где мы выиграли, как выиграли, впереди матч. И впереди у нас более важные игры, к которым мы готовимся. То есть для нас самое главное своя игра, игра нашей команды. Ну, у нас еще вторая игра ответная в Туле, поэтому расслабляться, я думаю, не стоит. Дома все соперники поинтереснее выглядят, поэтому надо концентрацию держать и держать в голове игру с Москвой. Это решение принято по положению, потому что, когда мы прилетели туда, в связи с коронавирусом, в связи с тем, что команда ушла на карантин, нам пришлось вернуть, и матч не состоялся. По положению федерации матч переносится, играется на нашем поле. Девчонки с победой раз. Во-вторых, сегодня имеем возможность сказать добрые, искренние слова в адрес наших девушек. Но они от сердца, от всей нашей компании идут всем нашим любимым женщинам, которые рядом с нами. Любимые женщины – это не только любимые женщины с женами, как мы шутим, это еще и мамы, это сестры, это девочки, бабушки, внучки. И это все, это все любимые женщины. Мужчинам повезло. И вообще мужчины, они есть только благодаря вам. Потому что не было вас, представляете, что творилось на земле. Первый тост, первый бокал за девочек Динамо Каза. Девочки, за вас! Ура! Подписывайтесь на Динамо ТВ. Динамо Казахстан.